Давайте о самом главном, о том, как прошла эта встреча, что там люди говорили, как это было вашими глазами. Встреча прошла, на мой взгляд, очень продуктивно, но мне сложно оперировать, опять же, сложно говорить о том, насколько довольны люди этой встречей, потому что не было времени с ними пообщаться, но они воодушевлены, это точно. Вы знаете, я все-таки думала, сказать об этом или нет, они, оказывается, до последнего были уверены, что глава не приедет. Да, они были уверены, что если он и отправит кого-то, то кого-то вместо себя отправит, сам он не поедет. То есть они были действительно в отчаянии и были уверены, что как-то их забыли, к ним особого внимания никто не уделит. Но был полный клуб, люди собрались задолго, до назначенного времени, встреча была назначена на 12, а люди собрались еще к 11, ну, раньше 11 даже они начали собираться. Клуб был полный, люди выступали, к счастью, не было никаких попыток, скажем, ну, как-то дестабилизировать, что ли, вот эту встречу, выкрикивать что-то, начать. Все было очень нормально. Да, и люди задавали вопросы, действительно, которые их беспокоят, о заработной плате, о том, будет ли посевная в этом году, потому что вот уже совсем скоро должна начаться подготовка посевная, начинается задолго до начала посевной кампании. Это в марте, там, в апреле где-то закупаются вот эти семена и так далее, семенной товар, да, на сегодняшний день вот у них ситуация. То есть вопросы связаны были с этим, то есть люди хотят очень работать, они это продемонстрировали. Не покричать прийти, да, высказать там, как мы плохо живем, помогите нам, а именно они озвучили свои проблемы. Давайте теперь в заключение о том, почему вы решили все-таки поднять этот вопрос. Вы сами оттуда родом, да, я как понимаю, и это предприятие очень важно для местного населения, для села Покровка. Об этом расскажите, пожалуйста. Да. Ожидали ли вы вот такого развития событий? Я родом из Покровки, я родилась, выросла, мой отец оттуда, то есть у нас очень большая история, скажем, семейная с этим селом связана. И, конечно, люди, которые вот пришли навстречу, это люди, которых я хорошо знаю, которых глубоко уважаю за то, чем они занимаются, как они трудятся. Эта история мне очень близка, она для меня большое значение имеет, потому что это и моя история в том числе, и моя личная история. Кооператив, который ранее назывался совхозом, имеет огромную многолетнюю историю, он действительно уникален. Они выращивали, совхоз в то время еще выращивал зерновые, которые районированные, так называемые, которые не привозились, а выводились именно там. И в свое время была там и своя мука, и свой хлеб. Это была настоящая житница. Если кто-нибудь был в Амге, наверняка видел прекрасные поля, засеянные хлебом. Это настолько прекрасная картина и настолько большой труд людей, большого количества людей, что вот мимо этой истории пройти невозможно. Она не только моя, она всей республики. Она должна быть близка всем. Потому что это хозяйство, оно уникальное, для каждого жителя уникально. Оно не может оставлять равнодушным, мне кажется, никого из жителей даже других районов. Потому что все знают абсолютно, совхоз Амгинский, это словосочетание известно всем, каждому жителю республики. Ну вот у нас немного времени остается. И поднимая вот этот вопрос на пресс-конференции, на таком крупном событии, все-таки вы ожидали, рассчитывали на такое развитие событий? Довольны ли вы сейчас тем, как это все начинает работать? Я, конечно, не ожидала. Я не ожидала, но я в любом случае, задавая вопрос, как журналист, я надеялась на то, что во всяком случае проблема будет донесена до главы. И он обратит на нее внимание. Но я, конечно, не предполагала, что мы прям поедем в Покровку и будем на месте разбираться. И он будет разговаривать практически с каждым человеком, в том числе и с работниками кооператива. Конечно, для меня это не такой неожиданный поворот, но очень приятный. И он вдохновляет и воодушевляет в первую очередь жителей. Я надеюсь, что дальше будет движение. Замечательно, что наши журналисты такие вопросы поднимают и это находит свое актуальное решение. Спасибо большое, Марина Юрьевна. Спасибо.